Люди давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. Letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной... Всем привет, ребятки! Сегодня мы поговорим об iPhone 7. А именно о том, что объем оперативной памяти в новых iPhone увеличится на 50%. Ну, конечно, это еще не подтвержденная информация, но будем надеяться. DigiTimes опубликовал доклад, в котором говорится, что новые купертиновские флагманы нарастят объем оперативной памяти с 2 до 3 ГБ, в то время как на рынке уже распространены Android аппараты с 4 и 6 ГБ Азу. Ну, конечно, блин, Android просто офигеть. 6 ГБ Азу. А нужны ли они? Посмотреть, допустим, на те же iPhone. Там просто отличнейшая оптимизация системы. Работает гораздо быстрее при гораздо более, скажем так, скромной начинке внутренней по железу, да? И, блин, такая разница офигительная. Почему нельзя сделать такое на Android? Оптимизировать его нормально, и он бы отлично работал с 2 ГБ. Ну, нет, давайте запихнем на 6, 8, 10, 12, 120 ГБ оперативной памяти. Ну, к чему такие приросты? Непонятно. Ведущие азиатские производители DRAM-чипов, среди которых Samsung, SK Phoenix и Micron Technology, постепенно наращивают объемы производства и предоставляют чипы Apple. К сожалению, непонятно, получат ли 3 ГБ Азу все версии iPhone 7 и 6 SM, или только Plus Pro версии. К слову об Apple iPhone 7 Plus, на этой неделе в сети появилось видео муляжа телефона в ярком синем корпусе с двойной основной камерой. Без сомнений, перед нами новая версия телефона, точнее его корпус, который выполнен в соответствии со всеми прошлыми утечками. Рано и однократно предполагалось, опровергалось, что iPhone 7 депутирует в синим цвете, взамен темы серого. Однако, до сих пор мы не можем с уверенностью сказать, что это не фейк. К счастью, официальный анонс состоится уже в следующем месяце, и мы лично узнаем всю правду. Ну, честно сказать, блин, всякие предположения, там чувак уже как бы снял какое-то видео, типа у него прототип, но это, блин, просто ерунда. Ну, как к какому-то дебилу мог попасть прототип? Поэтому будем ждать сентября и узнаем, что же там нам действительно покажут. Может, там нифига не будет того, что там чувак выложил какой-то непонятный аппарат, потому что вообще китайца какого-то купил бы, и обозвал его айфоном оригинальным. Поэтому будем посмотреть, так что всем спасибо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok